Уникальное событие объединило 2 миллиона казахстанских детей. Ровно в полдень сегодня по всей республике состоялась массовая игра в Асык. Не пропустите подробности. Впервые у нас в стране организовали такой культурно-спортивный флешмоб. Его идея принадлежит Департаменту воспитательной работы и дополнительного образования Министерства просвещения. Челлендж направлен на популяризацию национальных игр. По его условиям, школьники одновременно сыграли в без Асык и без Табан во всех учебных заведениях республики. Сегодня, 17 ноября, в школе имени Музафара Алимбаева собрались ребята со всего города для игры в Асык. Это учащиеся пятых, одиннадцатых классов и сорока трёх школ. Мы учим детей играть в Асык на дополнительных занятиях и видим их высокую вовлечённость. Они осваивают не только технику, но и узнают об истории этой игры. Древняя национальная игра Асыкату получила второе рождение в современном мире. В 2017-м она признана ЮНЕСКО как часть нематериального культурного наследия человечества. Ранее, в 2011-м году официально были утверждены правила игры. А с 2015-го года начали проводиться республиканские чемпионаты. И сегодня в рамках челленджа на местах определят лучших игроков. С сегодняшним выступлением я подготовил двоих детей. Надеюсь, мои подопечные покажут высокие результаты. Но и остальным участникам желаю успехов. Отдельно хочу выразить благодарность организаторам. Роль таких соревнований нельзя переоценить. Асыкату – не просто игра, это достояние казахской культуры. И здорово, что современные дети понимают это. Мы сами выросли, играя в Асык, и сегодня с радостью делимся опытом с подрастающим поколением. Я учусь в шестом классе. Насчет соревнований понравилось. В школе у нас есть тренировка по Асарату. Я занимаюсь две года. Отрадно видеть неподдельный интерес детей к спорту вдвойне, если речь идет о национальных видах. И подобные флешмобы должны стать традиционными. Напомним, сегодня ровно в полдень школьники по всему Казахстану одновременно сыграли в Асык. Уникальный челлендж проведен впервые и призван сохранить национальное культурное наследие Казахстана, пробудить чувство патриотизма и гордости в юных гражданах нашей страны. Дарья Жумабекова, Арман Якубов, Ертес Ақпарат.